Алло, Миша, 26.85, правильно, да? А какое мне нажимать? Я нажимаю сейчас. А, ну, слышу. Войс я прислал, да? Да. Окей. Так, мне надо будет вот, чтобы вот этой компанией, Марин Транспорт Логистика, отправить. Чтобы машина приехала туда. Не, не, они ее заберут, и они же ее отправят. Что еще? У них просто, ну, дещо. Хорошо. Это мне что надо сделать? Деньги здесь предвозят? Да. Пустайте. 30 долларов. 30. Ну, там, 3,330. Я чуть не обратил внимания. Ну, у тебя на телефоне есть инвес. Щас. Да я верю. Окей. А по поводу транспорта, это мне что надо вам передать? Мне ничего не надо. Ну, если они будут забирать. Да. Они просто сказали им тайтл нужен для забравки. То, что забрать или что, или как это делать. Они, если они будут забирать машину, они заберут тайтл. Они зайдут в офис, и мы дадут тайтл. И говорят, мы забираем для мы. Вот, что им нужно для того, чтобы забрать машину. Вот, они должны сказать, picking up for... Я все отправил. А. For well-staring. И... Им нужно вот эта бумажка. А, и все, да? Да. Вот им нужно вот этот member number. Окей? Да, вам не... У них есть время забрать до среды. До среды. Да, после среды штраф. Если они не заберут. Это сколько там штрафа? 20 долларов в сутки. А, я понял. Хорошо. Ой, это я записал, и ничего не надо было правильно. Окей. Все. Пускай забирают, и все. От меня, в принципе, больше ничего не нужно. Надо будет было в сел, я напишу, на кого надо. А, ну да. Ну, это я потом заберу, я сейчас живу, тайтл, да, или как? Тайтл на аукционе. Если они будут забирать, то они заберут тайтл в руки-то себе. Угу. Все. А белосейл, так вам надо потом подойти, да? Ну, есть получатель, я напишу в любое время белосейл. А там надо что именно от получателя, кроме фамилии, имя, имя, отчества? Мне ничего. Фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, все. А, а если он в России находится? Окей. А, ну, я могу, да, адрес, телефон. СМС-ка мне. А, хорошо. Фамилия, имя, отчество, фамилия, имя. И туда я вечером зайду туда. Фамилия, имя, адрес, телефон, все, я напишу. Адрес это и по паспорту надо. Я могу оставить вообще пустую эту часть, получать это. А, ну, давайте. Хорошо, все, вечером идем туда, бумажку. Хорошо, спасибо. Ну, это до часов 9 зайдут, хорошо? Хорошо. Еще есть куча времени, потому что это будет. Будет еще месяц, больше. Есть, дней 45, еще на еще будет, 40 дней будет. МТЛ, что-то такое. Я их знаю очень хорошо, я через них отказал. Угу. Они сейчас, в данный момент, на склад не принимают. И у них нету консолидации на Россию. Не-не-не, я же не на Россию отправляю находку. Правильно, на Финлянде у них консолидации нет. Есть. Окей. Ну, в смысле, я у них спросил, они сказали, у них уже две машины готовы. Хорошо. Значит, отлично. Просто я же знаю, я же постоянно с ними заседаю. Они на прошлой неделе на склад ни одной машины вообще не принимают. А, ну, просто, видать, сейчас, что ли, просто так получилось, да? Не знаю. Ну, я понял, хорошо, спасибо. За этот намного дороже выходит по Америке? Не по морю, а по Америке, нет. Нет, мы можем сделать иншуранс на эту машину 1,5 па. Да, это стоимость. 2,0, да? Это на морскую перевозку или на... Да, на морскую перевозку. А, 1,5... А, что в нее входит? Если машина битая, что там страховать в нее? На случай затопления? Да. А я могу сначала ее посмотреть? Вы еще не видели машину? Она же еще не пришла. Ко мне ничего не приходит. Просто, может, там уже ничего страховать. Да, Джозеф, are you here already at the warehouse? What? Okay. So, what, 5 minutes or what? I should tell to the receiving person. Two minutes? Okay. Yes, you wanted to ask something? Once again, what did you say? Yes, yes, you can go there directly and tell... I'm going to call them right now, okay? Okay, just come to 7-telefant away, as you always go. Okay, thank you. Он сейчас приближает, 2 минуты. Мы можем тогда как раз показать, что там машину показать. Так, секунду. Я просто хотел видео, там фотки сделать, чтобы отправить. Да, можно будет сейчас сделать. Машин только сейчас повезут, поэтому надо будет повесить. Какие деньги? Да. У вас есть каш? Каш? Да. Здесь, а? Да. Да. Вам дадут подтверждение оплаты. Вам дадут подтверждение оплаты. И я вам... Дали уже. Пройдем. Я вам дам... Машин. Машин сколько стоит? Ну ладно, я в Москву достаю. Это... Выклад по автмоскопированному филе. Да, Мария. Здорово. Где? Да, я уже поняла. Снимай? Да. Если... Куда вы ходите? Сколько в Москве? Сколько стоит? Нужно агента запрашивать. Мне нужно знать в Москве на какой склад вы хотите. Там есть несколько таможенных сходов. Узнать у своего... Кто у вас получает это? Потому что зависит от того, где у вас брокер, в каком склад вы брокер в Москве. Там есть несколько. Вам нужно узнать человека, который будет получать в Москве. Потому что им в любом случае нужен человек, который их будет таможить в Москве. А я думаю, это таможить нам дадут границы. Они делают вам транзитные документы, а таможить вы ее в Москве. А где я найду брокер? Ну, вы, наверное, путаете, если люди приезжают и сами уезжают из Котки на этой машине. На эвакуаторе. Да, но если на эвакуаторе у вас машина уезжает, вы не можете ее помочь в Котке, потому что она в Котке не остается. Поэтому вам нужен брокер, вам нужен человек, который вам это растаможет. Потому что если она въезжает в Российном эвакуаторе, она поедет на транзитных документах. То есть просто эвакуатор в Котке не может подцепить, повезти. Если его устанавливает полиция либо на границе, он должен показать себе документы, откуда эта машина едет, чья эта машина. Понимаете? Так я думал, для этого идется в таможню, платится этот депозит и отправляется вот тому, кто ее подъезжает. Вы должны в Котке сказать, как вы этой дальше делаете, куда машина дальше едет. В зависимости от того, что с машиной дальше случается, они вам дают разные раскладки. Если это остается в Европе, у вас одна будет ставка на документы, один пакет документов делается. Если это идет транзитом в Россию, это другая будет ставка у вас. Причем транзитом на Россию там дается только, по-моему, один день на выгрузку. Это нужно все узнавать. Вы должны узнать, как вы будете оформлять ее в Россию, на импорт в Россию. Ну, это я понимаю. Сами это, ну, и можете, конечно, наверное, сделать, я не знаю. Мне нужно название. Когда делать транзитные документы, у вас должно быть указан финальный пункт, куда она приедет в Москве. Она не приедет к вам домой, она должна прийти в таможенный склад сначала. А нельзя только в таможенный склад? Вы должны с брокером это узнать. Я не знаю, к сожалению. Я могу спросить у агентов в Котке, но все зависит от того, что вам нужно. А я не могу с таможнью спросить, как мне это все сделать у них. Мне в Москве нужно? Да. Отойдите в таможне в Москве. В Москве их несколько, я просто не знаю, как. Я вообще бы советовала вам, например, связаться с агентом в Котке и уже напрямую с ними это выяснить. Может быть они вам помогут, чтобы помогут. А как этот агент называется? Агент чего? В смысле? Ну вот я забью, допустим, в гугле этого агента. Я могу вам дать контакты агентов в Котке. Ага. А вы? Виас, а можешь принтануть? Нет, лоджистис контакты, а? У меня что-то принтер не... А, там будет, как раз, окей. Отлично. Дима, у него сейчас он вам даст сит и там будет контакт. Я понял. Спасибо, Мария. Хороший, хороший. Вы хотели просто посмотреть машину, сделать фотографии, да? Либо у вас еще какая-то есть после настав, чтобы получить машину? Нет, нет. Я даже не знаю, есть ли там вообще внутри что-то, потому что мало ли кто-то что-то собирает. А вообще в машину ничего нельзя класть? Ну, запчасти там какие-то. Или их просто надо там при получении растамаживать отдельно? Да, их нужно будет растамаживать. Так, я сейчас дам. Контейнер у нас уплывает 16 мая. Приплывает 31 мая. Номер контейнера у нас уже есть. То есть он 100% приплывет 31 мая? Ну, на сегодняшний день данные такие, да. Это vessel. Загрузка будет сейчас, сегодня. Вы можете пройти. Вы были уже здесь? Нет. Я вот первый раз, поэтому ничего не знаю. Окей. Значит, нужно будет выйти, повернуть налево. Значит, там у нас склад с этим документом. Вы можете посмотреть то. Просто покажите его здесь в показалке. И можете сделать фотографию в виде. Это касательно уже непосредственно контейнера, номер контейнера. Да. Загрузка будет сегодня. Весел корабль, называемый «Сиспейн» 818. И всплывает 16 мая. 31 мая будет в Котке. В любом случае у меня есть ваш email. Если будут какие-то изменения. Ну, я не знаю. На текущий момент не должно быть. Я понял. Да. То я вам апдейт. Когда крысит уже вышла на email. Кому? Деливер? Её кому тогда? Статус деливер. А надо забирать машину с тот же день, когда приходит, да? Вы получите агент. На этом вот здесь, у меня здесь указан контакт. Он с вами свяжется. Потому что мы сделаем релиз. И мы до момента приплытия контейнера у них уже будет решение, чтобы спустили машину. От вас необходимо. Кто больше вас получает? Да я думаю, просто человек приедет, который оплатит таможенную сбору. Окей. Вам нужно будет просто указать. Вы мне по почте можете выслать. Да. Кто фамилия, имя, человек. Кто будет получать его контактные данные. Можете что написать? Угу. Окей. На самом деле это машина. Когда ее ждут? 30 января. 2018. И вопрос еще вот был по тайтлу. То есть если тайтл мы будем отправлять на Logistics. То есть человек, который будет забирать. Либо вы хотите… Так я просто подоговорился с человеком, что он приедет и просто это все сделает. Ну то есть, потому что как мне объясняли, я просто запытался у вас узнать. Мне никто ничего не говорил. Вы говорили там, сначала вы там типа все сделаете, а потом… я в итоге как наузнавал то, что человек идет в таможню Российской Федерации платит этот… ну платит за растаможку. Ему дают документ на ВОЗ. Он с этим документом на ВОЗ едет в порт и получает по этому документу бумагу. И потом уже на Котке на моем автомобиле даются транзитные номера типа, которые потом обмениваются на ПТС уже, ну по месту, куда машина едет. Вам же Мария процесс объяснила, а ей необходимо… Так вот, а она объяснила все по-другому, поэтому я теперь ничего не знаю. Что дальше как бы я… В смысле? Ну в смысле вот из Котки… Ну подождите, Дима, вам нужно сначала это позвонить агенту, позвонить вот этому агенту. Я это понял. Ее зовут Людмила. Я понял. Сначала должны определиться, как вы это повезете. Вы должны знать, сколько вам это будет стоить. Либо вы везете это через них, либо вы дешевле находите где-то в другом месте. Я не знаю, сколько это там стоит. Я понял. А мы вам везем только до Котки. Я понял. Какие… Что дальше? Окей, какие у вас вопросы? Потому что я… Я по… Документации… Дальше что? Тайтл… Как только контейнер заходит в порт, мы отдаем Тайтл в таможню. Как только Тайтл возвращается в таможню, Ильяс вам позвонит, напишет email лучше и скажет, что Дима, Тайтл вернулся в таможню, Тайтл готов. Можете прийти его забрать. Как хотите, мы вам в обычной почте можем его отправить. Я ничего не понял, значит Тайтл. Тайтл в машину не идет. Я понял. Тайтл идет в Customs Office здесь. И он к нам придет в офис, вернется вот здесь. Потому что у нас есть мессенджер, который ходит в таможню. А, вы сначала в компанию отправляете, а потом это компания обратно вам отправит? Нет. Это не компания, это Government Office. Мы возим сами физически. У нас есть человек, который ездит в таможню каждый день. Он приносит, отдает офицерам пакет Тайтлов. Офицеры их проверяют, штампуют. На каждом Тайтле стоит экспортный штампинг, что машина good to go for it. Все, как только Тайтл к нам возвращается, вам ваш менеджер звонит и говорит, что Тайтл готов. Хотите его забрать? Приходите забирайте. Я просто не знаю, что вы сам дальше будете делать. Большинство клиентов отправляют непосредственно в Котку. Когда они приезжают забирать машину, они забирают Тайтл. То есть в Котку в порт отправляют? В агенту. А, агенту, который будет тут получать? Да, который вам будет готовить транзитный документ. От вас нам теперь нужен будет получатель. Кто его будет там получать? Да. Телефон обязательно. Я же могу это потом предоставить? Да, но не когда у вас 5.31 он должен приплатить. Не 5.31. Почему? Ну понятно. Потому что иногда контейнера приходят раньше. Агенты заранее связываются с получателями. Они не говорят, что ваш контейнер идет. Какие документы вы хотите делать? Хорошо. В вашем случае позвоните Людмиле. Я понял. Она говорит по-русски. Скажите ей, что у меня выгружается машина в таком-то контейнере от МТЛ идет на вас. Мне эту машину дальше нужно отвезти в Москву. Да. И она вас проинструктирует как бы... Я все понял, спасибо. Окей? Да. Мне просто. Да. То есть я сейчас вот с этими документами могу уже идти. Вы можете на склад. Да. Я что-то помогу. Блин. Теперь, Куась, найди свою машину. Ну да. Всем пофигу. Никто ее закрывать не будет. Если она не закрывается. Вот это парикол. Посмотрите. Нас. где этот жене или али шерта с открытыми окошками багажником с открытым хотя некоторые запечатаны типа ауди дтшки конечно она будет запечатан о пмв альпий все открыто заржавел уже ухты ёпцать сгоревшая машинка о бампер сверху интересно он доедет мустанги шеврюльки Продолжение следует... Продолжение следует... Машина, Питер, может быть, если она здесь, вы мне просто скажете, где мне ее искать, и все. Потому что... Да, я, в общем, там, где все машины. Да, давайте. 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 Продолжение следует... Вон, тоже капот открыт. Ну, в принципе, так, это такое-то такое-то, что здесь защищать? Здесь пленочка есть, да. О, окошки открыты. Утопленчик придет, наверное. Хотя, тепло. Может, и не придет. Но зачем окна приоткрывать, я не знаю. Ух ты, как дверь-то порезала. Парковка, уровень, бог. О, дюжин. Встань его, походу. Утопленчик. 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 Еще BMW i3. популярный электрокартик хочу смотреть как карет неплохая такая компания машины дофига на отправку поэтому и цены таки нормал мазочка какая вся в хроме черно-попик наверное ездил блин я в душе ничего где моя машина не могу я ее найти никак наверное потому что ее здесь нет в электроке хорошо выглядит электротачечка жидко еще покупать ужин шаграны драйв раф-4 полицейской что какая-то с мигалкой даже отдали приколюха я здесь проходила или не там но я думаю она где-то в начале должны сегодня погружать в контейнер вот здесь не очень крут конечно но все таки лучше чем еще у фара целый осталось зашибись мне так не повезло когда я свою роль брал наверно как разорвало колесо стук шлифы у все в масле обзорчик из меня каши хря новой ты жопу нету фесты вообще огонь это ж надо так займять то это просто трешак аудио 8 run and drive переда нету едет нормал все огонь млв шестерочка не ну моя так него ездить мчатик мотосайклс о тундра поход тойота кто-то вскрыл посмотреть чё внутри и обратно не залепил да ну здесь большие внедорожники мотики мотос мотики мотосики мотосики мтл а может быть машина здесь на самом деле а это какая-то другая компания хико знает ух ты о звонят а лода джонатан окей и он мне покажет джонатан окей хорошо хорошо я понял спасибо ништяк так ездит рынь надо так предполагаю что здесь все тачки ух ты какой старий чё какой он нет ни она чё это не моя это не моя моей не было морды, это вообще ром хотя может они здесь стоят если ее привезли 20 минут назад здесь заборчик блядь, пойду-ка я обратно короче вот, ресинг фасилити бла-бла-бла, идем туда джон, джон, джон джон, джон 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 о, экос экос, старинки, экос ну да, мексы их перегоняют которые run and drive что-то отваливается по дороге окошки никто не закрывает в тачках все окошки оставляют мексы открытыми, я не знаю, из вредности может, и причем именно в тех машинах которые run and drive да вон еще айп-трешечка классный электрокарточек я, кстати, не прошел, не заснял там помимо прицепов траки тоже отправляют то есть это все тоже я так предполагаю на отправку все эти прицепы и мне прикал паршеная крыша закинули и все и стоит ждет непонятно чего и все достаточно по-настоящему и все 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 Ты на дороге здесь? Да, да, спасибо. Повещение куда вообще ебли. Миссури. О, местный перевозчик. Старый трак, наверное, не знаю, 80-х, что ли, на дождь. Ну и до 100-600 долларов, в принципе, неплохо. Хотя, может быть, он бы взял и меньше, я не знаю. Еще и лантрак тут заказал тоже белый. С того же аукциона, по всей видимости. Поэтому и доставка дешевле вышла. Хотя, может, другого хоть знать. М-да. М-да. Лисочки зачетные. Ха-ха-ха. М-да. 2,70-34 пробби. Блин, она выглядит лучше, чем моя. Сел Да, низкий прицепчик Черненький привез Дресен Полесен Дресен Дресен Защита какая-то валяется Иди сзади Кстати, он так заржавел Пиздец Что же он такой гравый-то за год Сколько же там соли-то сыпят, а? Да Держи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok да это все работа крашеная машина где-то красили спереди по ходу дела так что это пример можно будет отодрать полосочки или нет или эти полоски были крыло замятое до крыло просто тупо бампер оторвало бы все опаньки что-то жужжит что происходит что это такое жужжит это машина? это ваша машина? да где это машина? ооооо, ты ты что-то спрашиваешь? нет, я тебя звоню офисе сейчас меня звонили? где моя деньги? тебе нужно идти по уфисам потому что я платил я нет денег со мной потому что я платил на уфисе да я платил на уфисе но он дал мне мне поуцел法 офисит меня звонит Да. Каждый 10 минут. «Where's the car?» «Я brought the car!» Я сказал ему, что у меня есть время. Я сказал ему, что у меня есть время. Я не знаю, почему он звонит. Я просто хочу, где есть автомобиль, но они не сказали мне, что автомобиль не здесь. Если автомобиль не здесь, то нет проблем. Я буду ждать. Но он не сказал мне это. Я не знаю. Я не имею информацию. Это пиздец. Водичка, фары, масло. А что, радиатор жив целый орел, что ли? Что вы сюда положили? Скрибочек. Здесь какой-то радиатор целый. Да, целеханик. Сложили, кстати, все. Ну, в принципе, молодцы. Что? Что, хрен ли? Сложили. Похвально. А, конечно, кнопки. О, работает. Только не надо. Хотя, пускай закроется. Откроется. Да, он все. Изи фойл. О, да, прикольно. О, кнопочкой. Бачок. Так, о, ептеть. Чё-то трогайся, я даже не знаю Нет ли смысл, блять Блюк Я знаю, я знаю О, нет, 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 я знаю А, я понимаю Ты спрятал меня, это не ужасно Я сказал, что, о, мой бог, не надо спросить, что это ключ Нет, нет Так, я должен идти в офис? Да Давайте я в офис, я увидел Да, спасибо О, биди О, аэробег Интересно, здесь что, все подушки, что ли, целые? Прям все, все Походу, да, походу, ничего не стреляло Как-то так-то, блять Да, походу, все подушки целые Хотя, если только они красили Блин, ну резинка так присобачена, что по-любому ничего не стреляло Да, подушки здесь Все целые Да, ничего не вылетало Здесь все, огонь Аэробег Нет, подушки целые Машина стояла, что ли Не знаю, выключим, короче, фары И все равно нету Ну, я доволен Так, Vehicle Recipe Кар-экспресс Шиппер Бла-бла-бла Джек LLC Да, вот так Что здесь у нас? Что-то поломатое валяется Ух ты, шоколадка приехала из Иллинойс Снэк Уэлл Уэллс Ой, из Миссури О, кто-то пил витамин B12 Видать, женщина ездила А не по витаминам Жарит Ладно, похуй Пускай посмотрит, как в Америке живут Хотя, вот это подушенцы А где тогда сработала подушка? Если это от подушки Или, может, это не от этой машины? Блин, ну, с виду С виду подушки целые Я даже люк откроет не буду Ну, нахуй, блядь Не знаю, там сейчас закрывается Что-то нет Опаньки Что жужжит Что это за звук? Что происходит? Made in Mexico Патрубки кондера Сломаны Компрессор Блядь, лонжер Ой, ремень, кстати Зажало Ну, вроде бы, не порвало Так что Да Здесь что-то вот зажало Не знаю Что с этим будет Проводки здесь Не знаю, что здесь с проводкой По ходу дела Ее, наверное, придется менять Это, я так и полагаю На фару Вот светодиодик Разбитый светодиодик Да Снимать И так летает Не получится Кстати, капот алюминиевый Был Патрубки какие-то Да Ладно, провода Закинем-ка мы Наверх Работа О, ручник работает Какая-то хуйнюшка Загорелась Оф-сейф-брейк Короче, выключись Блядь, еще витамины Витамин С Человек По ходу дела О Малинка Скин-тиммейт какой-то Тропов Пэккедж-ресип Сори за съемку Я не смотрю, что я снимаю Хорошая машинка Была Пока они ее не ударили Так Маслица Есть здесь 5 в 20 О, масло есть Черное, правда Но есть Значит, заебись О, чистый движочек Бачок С антифризом Конечно Вытек Тормозуха О, тормозуха на месте Так, аккумулятор жив Цел Орел Блин, такой звук Мне непонятно Что это Как будто кондер работает А, так вот откуда оторвали Это утеплитель был Отсюда Вы им вытирали Руки Оторвали С подкрылка Так Какой-то Эксчендж Автоклуб Интеринс Не знаю Кто это продавал Намс Я не знаю Зачем вообще О Целая Или не целая Не целая, кстати Да От бампера Вот эта вот часть Правая Ой, левая Есть Так Что здесь Есть у нас Soft And Stronger Пафс Салфеточки Протереть руки И помыть руки Ништяк Вот как-то так Левая Фара Кстати Ну Она без Крепежей Но Она На стекло Допустим Целая И светодиоды Тут есть Внутри Так вот Надо Запаять Но Она целая Вот эта Да Эта Разбитая Я же говорю Что По касателю Этот удар Пришел Поворачивал Потому что Это у нас Получается Левая Да Левая Фара Целая Она просто Вылетела На сумочку Кто-то Оставил Там еще Одна сумочка Лежит Розовенька Опай Да Девчонка Не сделал Какая-то Ну Конечно Самое Ценное Из нее Подоставали В общем Я Разобрал Все Что Здесь Было Это Очень Много Сумок Здесь Было Ну Здесь Я Не знаю Не вижу Ничего Ни Докатки Ой Тьфу Докатку Вижу Не вижу Этих Домкрата Нет Да Домкрата Нет Тут Собач Корм Был Собака Была У Женщины Все Она С собой Следила И Сумок Много В машине Разных Было И Более Менее Нормально Сложу А то Здесь Творился Какой-то Ужас Не Ну Как Побросали Никак Побросали Спасибо Им За Это Что Они Еще Должны Были Сделать Блин О Все Маслица Тут Слегонечко Здесь Какие-то Пятнышки Такие Остаются Ну Понятное Дело Что Кожу Не Испортили Тем Что Они Сюда Все Клали Это Я Понимаю Что Иногда Лучше Когда Ничего Нет Потому Что Вон Там Какие Пятна Я Не Знаю Они Отмоются Или Нет Прям Такие Как будто Антифриз В кожу Въелся Впился Вот Тут Причем Шок Розетка Вот Это Я Конечно Подофигел Не Прикуриватель А Розетка Так Машина Вообще Классная Ну Я Такую Точно Взял Я Теперь Пожалел Что Я Взял Рог А Не Эскейп Задние Сидухи Запачкали Обыдно Очень Обыдно Что Задние Сидения Теперь Не Выглядят Как Новые Увы Активные Подголовники Ух ты Крутяк Как Ее Отбросят Ух ты Там Прикуриватель Не Заня Блин Как Отбросить И Ремни Так Прикольно Натягиваются Да Причем Если Ремни Как Отбросить Блин Сколько Мусора В машине Хлама Всякого Хотя Они Так Выглядят Как Будто Они Ходят Но Они Не Ходят Под Низом Волосики Хотя Может Как То Они Откидываются А Она Вообще Чума Вот Так Вот И Там С той Стороны Тоже Отбросим Пофигу Пускай Все Будет Так Нормальненько Вообще Дам Автомобиль Не Безопасность Цела Это Самое Главное О Это Что Не Откидывается Откидывается Все Откидывается У нас Пускай Что Лучше Здесь Все Лежит Чем Там Так Бампер Так Разорвало Что Его Наверное Уже Не Сомнается Их Натяну Что Хотя Они Наверное Не будут Работать Кстати Ремешки Целые Надо Посмотреть Потому Что Если Подушки Целые Ремешки Тоже Тоже Должны Целые То Преднатяг Есть Ну Блин Надо Лучше Вперед Отправить Все Эту Хренотень Как Коробку Проверить Я Так И Не Нашел В любом Случа Это Все Придется Разбирать Собирать По Новой Да Пробой Говоря Нет Всего Низа Как То Так Вот Сейчас Все В машину Положу В общем Сработал С безопасностью Только Вот Этот Ремень Подушки Все Целые Отправить Отправить Отправить